я готов еще раз большое спасибо всем что вы пришли значит мы говорим сегодня про data science и как я обещал ну не знаю в течение 25-30 минут я сделаю такой как бы вот если вы хотите в какой-то момент меня прервать и задать какие-то там я не знаю вопросы потому что я буду говорить вещи так сказать намеренно намеренно так с такой вот небольшой подколкой да вот то пожалуйста вы меня остановите мы обсудим вот что именно я имел ввиду значит я хотел бы начать с достаточно простой задач я эту задачу в группе facebook запустил в прошу прощения все пытались народ отпустить в perfect match но я так думаю что многие из вас поскольку этот invite пошел в разные группы вы может быть ее не видели или не слышали поэтому я эту задачу повторю значит вы едете в казино значит да и почему я хочу про эту задачу поговорить потому что на мой взгляд она совершенно замечательно иллюстрирует вот что такое data science особенно когда вы возьмете эту задачку и посмотрите на еще две которые стоят ряд с ней но давайте как бы про первую сначала да значит первая задача она заключается в том что вы едете в казино в вегас и на входе в казино вы видите рулетку на рулетке есть табло и на этом табло есть последние выпавшие 20 чисел на этой рулетке значит вы смотрите на табло и видите что последние 20 чисел все были красные а как вы понимаете на рулетке там есть во первых ноль который не красный и не черный да а красных и черных чисел ровно пополам но вот вы смотрите на табло и видите что все вот что надо на табло видно это все числа красный вот их последних 20 было красно теперь в задаче которую я в группе запустил спрашивалась вот если у вас в кармане оказалась денежная купюра и вы таки решили не в бар пойти как вот там кто-то предлагал а все-таки эту купюру протянуть крупье то собственно на какое число вам нужно поставить на красное или на черное вот и соответственно как бы предлагается подумать как хорошему data scientist у а собственно вот как же мы промоделируем то что мы видим да значит и вот именно в этом месте я хотел бы ну может быть на этом примере проиллюстрировать вот в чем собственно заключается процесс data science да то есть вот у вас есть в данном случае табло с 20 красными числами и очень хотелось бы это табло каким-то образом использовать но помимо того чтобы использовать это табло очень хочется дополнительно к этому табло использовать какое-то знание о мире которые у нас есть так вот знание о мире которые у нас есть вот в контексте этой задачи про рулетку это то что в казино сидят не простые мальчики и девочки да а они такие вот здравомыслящие и они пытаются сделать нечто что гарантирует им профит in the long run значит в чем собственно как бы это гарантия как бы с чего она исходит она исходит из того что они пытаются сделать так чтобы каждый следующий или там я не знаю бросок костей или каждое следующее как бы вот выпадение кард или в случае рулетки каждое следующее выпадение числа было независимым от всех предыдущих вы понимаете да потому что если есть зависимость то тогда кто-нибудь очень и очень плохой но вот кто-то из вас например да ну или я вот мы поедем с вами в лас-вегас и вот мы поймем что это рулетка каким-то хитрым образом сломано и мы поставим кучу денег и мы выбираем кучу денег его нам будет классно с вами да то есть вот в данном случае на самом деле было бы совсем не дурным предположение о том что поскольку вы видите кучу красных идущих одним за другом один кучу красных чисел идущих один за другим то рулетка каким-то образом испорчено можно было бы так предположить но это предположение имеет несмотря как бы вот накажущаяся его естественность она в общем скорее всего не поддерживается действительностью почему потому что казино давно бы давно бы заметила и обратила бы на это внимание то есть вот они бы догнали это раньше чем мы бы с вами догнали потому что они сидят и профессионально этим занимаются их задача не проиграть кучу денег да а если вдруг рулетка по очищая не испорчена то они такие могут проиграть кучу денег поэтому они вот такие следят до что вот рулетки как бы выпадают случайные числа значит теперь вот случайная как вернее так не случайная а независимые друг от друга то есть вот как бы вот броски должны проходить тест на независимость грубо говоря из этого вообще говоря следует одно интересное наблюдение что в предположениях того что рулетка исправно и казино как бы вот давлеет над этим и обеспечивает независимость испытаний то что выпадет на рулетки следующий раз вот как бы следующий исход он он вообще никак не зависит от этих 20 чисел которые были на табло вы понимаете да значит и все что все что на самом деле нам помогло вот в этой организации да это то что мы что-то знаем про казино какие они там не знаю плохие хорошие вот чем они занимаются то есть мы на самом деле вот в своем вот как бы мозгу data scientist использовали не только вот эти 20 красных чисел но мы еще использовали существенно знание о том в каком мире эти 20 чисел были получены и я хочу подчеркнуть что это чрезвычайно важное наблюдение потому что если бы вот это наблюдение о казино было бы но как бы если его убрать из рассмотрения и сказать что о я вижу типа 20 красных чисел то тогда ответ на задачу был бы совершенно другой и собственно это была вторая задача которую я тоже задал вот в группе значит задача была сформулирована так вот представьте себе что вы подходите к такому большому чану этот чан мы называем гамбол машин значит и в этом чане вы не знаете что находится вы просто знаете что там находится шарики с жвачкой и их туда сколько-то там типа тетя нюра насыпала да вот когда-то там не знаю давно а вы поскольку только что выиграли в рулетку вы подходите соответственно к этой гамбол машины такие типа ес вот сейчас как бы там куча гамбол да вы опускаете 25 центов и вам попадает красный как бы шарик жвачки из гамбол машин вы опускаете еще 25 центов еще получаете 25 центов еще получаете красный так делаете 20 раз вы получили 20 красных шариков жвачки теперь вопрос а вообще вот первая ситуация и вторая ситуация они как-то похожи или они как-то различны так вот они похожи только тем что было 20 красных шариков там и там а на самом деле они как бы очень разные потому что про рулетку на самом деле мы как data scientists и понимаем гораздо больше то есть во первых мы понимаем что там помимо 20 ну помимо красных чисел еще половина черных то есть мы понимаем вообще из чего рулетка выбирает она выбирает там не знаю из одного или из двух нулей которые не красные не черные и дальше там не знаю какого-то количество чисел по моему 18 до 18 черных 18 красных то есть вот это вот мы понимаем как бы пространство из которого рулетка набирает числа а в случае гамбол машин мы ничего не понимаем в гамбол как бы машин было насыпано как бы кучу этих шариков мы как бы просто вот вытаскиваем один за другим почему-то попадаются одни красные так вот если бы вас спросили в случае гамбол машин какой следующий шарик то ну не знаю я бы я бы вот как бы я когда это станет из построил бы такую модель до в которой я бы сказал что следующий шарик должен быть таки красный случае гамбол машин потому что я другого ничего просто не знаю я не видел другого ну то есть каждый из вас может построить свою модель и собственно мы сейчас к этому придем через секунду вот например на дашь ты можешь сказать что дима ты конечно классно все придумал да там типа 20 шариков красных про наблюдал но я точно скажу что следующий шарик будет зеленый вот ответ откажет что он будет черный и вы будете по-своему по-своему правы да ну то есть вот единственное что я вам скажу что девушки но мы же не видели как бы не красного не зеленого вы мне скажете типа ну и что как бы я думаю вы мне можете сказать что он там есть такой да и вот он следующий будет значит в этом как бы нету правды и неправды потому что у меня есть моя модель а у каждого из вас есть своя модель мира да вот в котором по какому-то там типа закону происходит вот выдача шариков жвачки из гамбол машин и все что я хочу сказать это то что не делая вообще никаких предположений о том что происходит в гамбол машин и как она там типа была засыпана там типа кем когда или почему я просто наблюдаю 20 красных шариков и моя модель с хорошей вероятностью будет достаточно неплохо предсказывать какой будет следующий шарик а именно я скажу что этот шарик будет красным но даже более того когда и если я увижу какие-то другие шарики которые появятся из гамбол машин например вот представьте себе что следующий один появился черный один появился зеленый я эту свою модель могу пересмотреть правильно то есть я могу на самом деле сказать что у меня было 20 красных один черный один зеленый и на самом деле я все равно буду предсказывать красный вы понимаете да потому что он все равно гораздо более вероятен даже если я пронаблюдал дополнительно к этим двадцати один красный один черный один черный один зеленый виноват но как бы то есть моя модель и она на самом деле динамическая с одной стороны может быть да то есть как бы с каждым новым шариком я как бы свою модель могу подстроить я просто считаю вот типа распределения по тем шариком которые я увидел но это как бы модель которая полностью использует то что я пронаблюдал как бы в истории отличие вот этой задачи от первой заключается в том что в ней то как раз предлагается вообще никак не использовать историю то есть вы пронаблюдали 20 красных шариков ну вернее 20 красных чисел которые выпали на рулетке и вам предлагается их проигнорировать вообще просто как будто бы вы их и не видели почему потому что вы знаете что в окружающем мире сделано предположение о независимости что следующий вот как бы бросок рулетки он независим от истории вообще вы можете спросить а для чего тогда казино вот собаки такие да вот зачем же они поставили это табло ну зачем но затем чтобы вас смутить потому что ну вот как раз на что задачи туда вот вы приехали а там как бы все красные числа и вот ответов на самом деле да вот когда я этот вопрос задал там там было очень много классных ответов там например был ответ что да я поставлю на красный потому что этот свет подходит моим туфелькам этот ответ я на самом деле понимаю но он ответ как бы не в стиле data science вот там был ответ что я поставлю на черное потому что вот красных много до красных много и сейчас уже пойдут черный но совершенно понятно да ну как бы красных много там должна быть компенсации на самом деле вы понимаете что вот в смысле статистики компенсация происходит на бесконечном промежутке времени то есть вот если вы возьмете действительно много исходов вот этой рулетки но где много это не 20 а и не 21 вот я вас спрашиваю про 21 да вот и возьмете например там я не знаю 20 миллионов то вот в 20 миллионах наверное примерно пополам красного и черного но все равно следующий вы предсказать как бы вот на основании то есть если бы я вам дал бы табло бы длины 20 миллионов она бы все равно не помогло если рулетка случайно и на самом деле это дамы и господа это ключевая мысль потому что вот вы знаете как устроен мир и это очень важно в этой задаче я хочу это подчеркнуть потому что если например приходит data scientist и начинает моделировать вот эти 20 красных красных чисел а именно там может быть какая-то зависимость есть или что-то еще и сейчас мы придем к третьей задачи где это будет именно так то конкретно вот в задачи с казино если вы начинаете моделировать эту зависимость с большой вероятностью вы жестоко ошибаетесь то есть правильный ответ это то что у меня есть купюра есть как бы 50 50 шанс на красное и на черное и он как бы такой есть 50 50 вне зависимости от табло поэтому хотите можете ставить на красное хотите можете ставить на черное они выпадут совершенно равновероятно совершенно независимо от того что на табло а в случае гамбол машин потому что но как бы не тетя нюра дни казино как бы никто не обеспечивает независимость появление гамбол из этой машины таки правильно предсказывать красное вот если как бы там есть 20 красных так вот последняя задача просто для того чтобы вы понимали как бы в чем собственно сложность это вот представьте себе что в том же самом лас-вегасе да вот в которой вы поехали в тот сезон в который вы туда прибыли всего один день на 180 без дождя но так вот по статистике да вот как знаете говорили там типа гидрометцентр ссср вот там типа за долгие годы наблюдений вот они знают что вот типа вот именно в этот сезон только один дождливый день на 180 а вы приехали да и выходить там провести месяц и вот последние три недели а именно 20 дней каждый день идет дождь вот как проклятый да вот типа каждый день подряд идет дождь и теперь и был вы понимаете к чему я подвожу да я подвожу к тому что 20 раз подряд выпадала красная где красная это дождь да и это красное на самом деле вот конкретно вот в данном случае она вообще очень 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 маловероятно потому что вот по статистике синоптики нам сказали что вообще она вообще так не бывает просто никак ну один день бывает а у вас 20 подряд и теперь я у вас спрашиваю а вот какое же предсказание вы можете сделать когда это scientist на следующий день то есть если вы и и понимаете вот в этом как бы ну что ли трудность которая стоит перед это science как бы инженерал почему как бы им деньги платят неплохие да это потому что ну вот сложная же задача правильно то есть можно сказать что ну там подумаешь 20 дней было проигнорируем их мы же знаем что по прогнозам синоптика вот типа за долгие годы один день из 180 бы идет дождь ну вот мы и предскажем что вероятность дождя это один из 180 а вероятность не дождя но соответственно 179 разделить на 180 вы можете так сделать вы можете так сделать и будете вы правы или нет я на самом деле не знаю но вот какое там было чувство у чекиста я не помню там 3 10 да но какое-то чувство чекиста мне подсказывает что там есть какая-то зависимость от того что 20 раз подряд шел дождь и идея в том что вот как именно и я не отвечу на этот вопрос вот как именно в эту зависимость будете использовать но у меня есть ощущение что эта зависимость есть и что ее каким-то образом нужно использовать и что если 20 раз подряд шел дождь тогда когда дождя в принципе быть не должно практически совсем это означает что наверное какая-то аномалия и это означает что наверное вероятность дождя не один поделить на 180 она должна быть ну существенно побольше а вот насколько существенно зависит от того какую модель вы построите так вот из этих трех примеров я хотел бы сделать один обобщающий вывод что что важно как бы в data science data science важно пронаблюдать какие-то данные на основании которых кто-то просит вас сделать какое-то предсказание и хорошо вот знаете если это предсказание в таком духе что но представьте себе да у вас есть ну как бы такая плоскость там есть вай и там есть x и там как бы набросен наброс на какие-то точечки вот на этой плоскости что эти точки означают на эти точки означают что вы как бы пронаблюдали что-то да вот как бы каждая точка у нее есть координата x координата y x его я не знаю как x x y вот и эти точечки как-то рассыпаны по плоскости теперь я вам говорю вот вы data scientist проведите через эти точки прямую ну и вот я не знаю сколько нас человек давайте посчитаем на 27 человек но у меня есть хорошее предположение что если мы как-то задумаемся то мы может быть будет несколько из нас кто проведут эту прямую одинаково ну потому что все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь да то есть мы там знаем какой-нибудь метод минимальных квадратов там или что-то еще но как бы не будем даже в это вдаваться я просто к чему хочу сказать что если каждый из вас проведет прямую и это прямая каким-то образом аппроксимирует вот процесс который идет до который вот генерировал нам по ну как бы из каких-то соображений вот эти точки то у каждого из нас будет в руках модель этого процесса причем никто не сказал что он был линейный да ну то есть он мог быть там какой-то но я попросил вас провести прямую каждый провел прямую ну и теперь мы можем устраивать но практически таракань и бега да вот я типа модель лучше потому что дальше появляются какие-то точки вот который этот процесс генерирует в будущем и чья-то модель предсказывает лучше а чья-то модель предсказывает хуже выигрывает тот чья модель предсказывает лучше но там не знаю на каком-то объеме новых точек так вот data science exercise в общем случае он состоит в том что пронаблюдали вот какие-то данные но точки в данном случае до или вот там типа красные шарики которые появились там из рулетки или из гамбл машин или там какие-то дожди которых там дал не должно было быть в лас-вегасе и нас просят предсказать а какого цвета следующий шарик какого цвета следующий как бы бросок на рулетке будет ли завтра дождь и все что мы должны сделать мы должны построить какую-то модель но идея которую я хотел проиллюстрировать я надеюсь вы как бы вот за мной шли и ее чувствовали это то что есть безусловно данные которые вы пронаблюдали вот в каждой из этих задач но еще есть предположение которое вы делаете о мире который вы решаете или принять во внимание или не принять и эти предположения очень часто радикальнейшим образом влияют на то насколько качественно получится ваше решение и в частности если например в задаче с рулеткой вы бы полностью проигнорировали тот факт что рулетка находится в казино а казино находится в лас-вегасе и казино но это вообще какой-то бизнес который пытается заработать на нас на всех деньги возможно дав нам какой-то за это entertainment то с хорошей вероятностью вы бы ошиблись достаточно сильно пытаясь просто сделать предсказание на основании данных которые это рулетка сгенерировал и поэтому предположение о том что происходит в казино о мире да вот в котором вот эти данные генерируются она чрезвычайно существенно хорошо значит теперь что я хотел бы может быть сделать я хотел привести какое-то количество примеров из жизни data science и каким-то образом их мотивировать значит и пример который с которого я хотел бы начать это вот представьте себе может быть некое такое приложение к и коммерс и на самом деле вот когда я был в марте вы одна из моих команд занималась ровно им и она такое очень классно и поэтому может быть я на нем буквально пять минут проведу значит идея такая что каждый из нас ходит в магазин и покупает бросить да то есть вот мы покупаем продукты все хотят чтобы вы в магазин как бы ходили меньше а просто вот так вот заказывали где-то на интернете вам привозили все этого хотят да там типа whole foods этого хочет walmart того хочет сейфуэй там и жизни вот но проблема в том что у вас ну или по крайней мере я не знаю как у вас у меня вот если я иду и пытаюсь на интернете заполнить как бы корзину продуктами то во первых найти ничего не могу да во вторых по времени это занимает как бы очень долго потом почему-то когда привозят привозят только половину до половину где-то как бы они потеряли потому что у них там типа них не нашли или что-то еще ночью все время какие-то заморочки так вот хочется чтобы все это было как-то ну проще и быстрее главное да чтобы вот всей вот этой как бы галимати ассоциированный как бы с поиском там не знаю того тех товаров которые мне нужно положить в корзину чтобы вот этого ничего не было теперь как этого можно достичь вот ну этого можно достичь достаточно просто представьте себе что вы заказываете раз заказываете 2 заказываете 3 со временем я на самом деле понимаю что ну скажем так раз в неделю вы заказываете галлон молока и молоко вы заказываете двухпроцентное какого-нибудь там не знаю специального бренда оно должно быть органическое то есть я грубо говоря знаю что вы заказываете с какой периодичностью но это только при условии что вы делаете вот эти заказы у меня а не ходите там куда-нибудь какой-нибудь там не знаю трейдер джоуз да или там какой-нибудь костер а вот вы как бы стабильно приходите ко мне я накапливаю вот сведения о том что и когда вы покупаете на самом деле я считаю что вот как бы важно очень понимать что когда мы идем и у кого-то что-то покупаем там я не знаю то ли грошу из то ли не грошу из на самом деле а нас вот эти люди которые с другой стороны экрана сидят они на самом деле очень много узнают да и я не знаю как бы открываю я таскать такую большую как бы большую тайну или нет но когда когда покупаются как бы товары там я не знаю например ботинки спортивные найки там типа для бега красного цвета это уже на самом деле очень круто да ну потому что из этого можно сделать какие-то выводы о человеке но когда покупается там например органическое молоко или там я не знаю что то например без лактозы то на самом деле очень многое вот если вы это пронаблюдали можно запомнить про человека и потом делать на основании этого совершенно там я не знаю классные могучие предсказания так вот в случае задачи в случае задачи построение вот этого шоппинг баскет простейшая как бы задача заключается вот в чем что по предыдущим покупкам которые сделал покупатель и по покупкам всех других покупателей и я скажу почему вот остальные покупки тоже важны мне нужно собрать баскет покупателя так чтобы когда он в следующий раз залогинился на сайт то у него вот этот баскет который ему нужно чекал он уже был готов для review то есть не нужно никуда ходить не нужно ничего искать не нужно тыкаться я уже знаю что у вас закончился горошек я знаю что вы любите там я не знаю какой-нибудь канадский бекон да и какой-нибудь органический там я не знаю пол грейм брэд там какой-то то есть понимаете я это знаю поэтому раз уж вы пришли и как бы у меня покупали там не знаю три четыре раза то удобство которое я хочу вам предоставить за то что у вас уже этот баскет ну грубо говоря сформирован и что вам осталось сделать это осталось просто поэтому баскету пройти сказать так вот это все как бы looks good на самом деле мне не нужно подсолнечное масло потому что почему-то я не успела его типа использовать но мне нужны дайперсы например там типа подставали дайперсы сделали check out и воля до ехать никуда не надо парковать машину не надо идти от парковки не надо искать не надо по магазину час ходить не надо все привезли ну если бы еще как бы supply chain работал хорошо да и там сказали что например есть йогурт и он таки оказался было бы еще класснее вот но это уже там типа другая задача почему когда вы заказали йогурт да и система пошла и проверила что он таки есть почему в итоге не оказалось об этом тоже можно отдельно поговорить но я не буду про это говорить так вот идея в том что если например вы сделали check out этого баскета например за 15 минут а 15 минут это сколько вам нужно было ехать до магазина в одну сторону то вообще на самом деле это чрезвычайно круто потому что но вы как минимум час я бы сказал сэкономили теперь насколько вот эти 15 минут за которые вы можете сделать check out баскета там я не знаю хотите на whole foods хотите на валмарте насколько это близко к реальности но по моим наблюдениям этот очень далеко от реальности то есть вот по-прежнему коллективу нужно работать над построением правильных гораздо более точных моделей и собственно идея вот ровно та же самая про которую я говорил до этого это то что качество вот этого data science exercise она заключается в том что вы по данным которые у вас есть по всем данным вы пытаетесь построить какую-то модель действительности да и в данном случае вот если вы посмотрите на объекты которые в этом уравнении участвуют ну в ней участвуют люди да то есть это уже как бы не про шарики там типа с жвачкой и не про рулетку а это вот мы мы вот такие сложные такие вот как по-английски говорят multi-faceted да но в данном случае например я думаю что какие-то наши характеристики они совершенно не важны вот для данной конкретной задачи ну например рост не важен да вот типа представьте себе что мы бы знали вот переменную да вот человек такого-то или другого роста заказывает заказывает гроши наверное неважно да или например идет ли дождь в сан-хосе в этот момент или нет это как-то влияет на заказ или нет наверное нет понимаете но идея в том что конкретно что влияет и что не влияет это очень важно и от этого ровно зависит качество предсказания которое вы получите поэтому соревнование которое идет вот у команды как бы у каждой команды которая решает подобную задачу но как бы соревнование с самим собой в известном смысле да это сегодня у нас есть какая-то модель которая предсказывает не знаю баскет и для покупателей и она предсказывает с каким-то уровнем качества и этот уровень качества вот если мы меряем какую-то метрику на всех покупателях например валмарта который покупают гроши и она приводит к тому что в среднем чека вот происходит за 35 минут ну например да я не знаю как бы какое-то число но идея в том что если эта модель будет существенно лучше то может быть этот чека в среднем может происходить за 20 минут ну или он может происходить например за 20 минут например для людей у которых много данных то есть они у нас много чего купили в прошлом и поэтому мы для них можем это предсказание сделать лучше теперь для чего нужны как бы все остальные люди почему это предсказание не происходит только вот по одному человеку а именно на я не знаю помните вы или нет но здесь я хотел бы привести в пример конкурс компании нетфликс возможно вы его помните это было как бы совершенно замечательное замечательное развлечение значит компания нетфликс я не помню когда это было ну лет 15 наверное назад они поставили на кон миллион долларов и выпустили данные о том кто какие посмотрел фильмы да ну понятно что как бы они не говорили кто именно но вот это вот матрица да там где как бы было много 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 людей которые смотрели фильмы с одной стороны а с другой стороны было много 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 фильмов значит в этой матрице было известно кто какие фильмы посмотрел и кому какие фильмы понравились и какие то вот в этой матрице значения они были специально закрыты с той целью чтобы их потом использовать для тестирования и компания нетфликс сказала следующее что вот давайте уважаемые дамы и господа построите модели и предскажите нам вот кому какие фильмы понравится из тех что они не видели а мы потом проверим соответственно на тех значениях которые мы закрыли то есть вы понимаете что произошло да я как бы еще раз повторю произошло следующее они на самом деле знали что вот например я посмотрел килл билл и мне понравилось ну там понятно ума турман было да и люси люла ну как бы как это могло не понравится там типа все мечами махали но они они специально вот ну например в данном случае для меня вот это значение закрыли и поэтому вам она была недоступна но модели которую вы построили предлагалось предсказать понравится мне или не понравится вот конкретно этот фильм ну и как бы про другие фильмы то же самое там да там пол фикшен вы понимаете что я иду по тарантино поэтому вот одна из как бы одна из одна из подсказок да это то что дмитрию нравится тарантино вот но идея в том что но как бы бог с ним с дмитрием там на самом деле полно полно как бы полно людей и нужно было просто предсказать кому что понравится так вот были такие люди которые достаточно существенно алгоритм который был у нетфликса с точки зрения предсказания они его улучшили и они получили миллион долларов и что было интересно это то что модель которую они построили это была как бы такая дикая совершенно модель который были разные как бы маленькие модельки каждый из которых там типа моделировала что-то но например там была модель которая по ну как бы строила например вот такую зависимость people who view this movie people who like this movie also like that movie вы понимаете да это как бы простая модель и если вы пойдете куда-нибудь на amazon то вы на самом деле очень часто вот видите именно это предсказание где вам amazon говорит что люди которые купили там я не знаю эту чашку они еще и купили эту ложку вот давайте вы купите чашку и ложку и даже там я не знаю какие-то сайты могут вам дать какую-то скидку за это что если вы купите чашку и ложку в месяц так вот вот это как бы такое некое тривиальное предсказание они построили много предсказаний подобных и потом их все осреднили заработали миллион долларов так вот идея в чем что для того чтобы построить модель в стиле люди которым понравился полфикшн им тоже понравился килл билл для этого таки нужно знать всех людей понимаете да то есть вот как бы нужно посмотреть на всех людей чтобы вот подобное предсказание сделать собственно поэтому когда больше людей покупает например в одном и том же магазине все то вот этому конкретно магазину лучше потому что они ну при определенных условиях что они как бы наняли правильных data scientist они могут предсказать правильные вещи о поведении людей а когда они предсказывают правильные вещи о поведении людей они могут продать больше товаров получить больше денег и вообще им как бы становится класснее потому что они могут нанять еще более хороших data scientist вы понимаете да это вот такой некий положительный цикл значит теперь я на самом деле вот на этом этапе уже говорю 40 минут поэтому я сделаю может быть следующее я сделаю такое как бы очень большое утверждение и приведу несколько примеров и может быть на этом поставлю такой типа три точки с тем чтобы я не знаю мы могли как-то обсудить и поговорить значит утверждение следующее я его сделаю на английском языке data science is everywhere и это вообще как бы удивительная на самом деле вещь я вовсе не считаю что data science это какой-то такой универсальный молоток и что знаете вот есть такая фраза что когда у вас есть молоток все кажется гвоздем вот мне вовсе так не кажется да то есть мне не кажется что все в этом мире гвоздь а data science это некий универсальный молоток вот но за там не знаю последние 20-25 лет как мне кажется количество приложений в которых data science нашло применение она просто вот mind boggling то что называется и поэтому я хотел бы привести примеры да вот чтобы вы просто оценили как бы высоту и дальность полета значит а первый до первое приложение это представьте себе что вот едет трактор я я понимаю да то есть это вот как бы вот совсем уже вот из какой-то такой области трактор john deere который вообще я не знаю он когда-нибудь знал там типа про data science или нет вот но идея в том что этот трактор очень часто используется для того чтобы разбрасывать там я не знаю удобрения пестициды и так далее так вот оказывается что если этот трактор снабжен какой-то вот такой специальной оптической но скажем приставкой которая может разобрать вот где находится это вот маленькая растенница то она этот вот пестицид это удобрение она вот очень точечно вот ему как бы туда вот под корешочек вливает и оказывается что растению хорошо природе хорошо всем хорошо потому что тратится гораздо меньше удобрения пестицидов значит а что лежит в основе в основе лежит некая такая камера которая делает оптическое распознавание того где же находится это растение понимаете да то есть да и приставка это вот если вы когда-нибудь покупаете машину дата там вот есть такие вот типа пакетис да то есть вы можете купить машину которая просто вот грубо говоря едет и там типа стекла нужно открывать руками а можете купить машину там такую вот навороченную так вот этот трактор он навороченный то есть вот там есть такая вот data science распознавалка и она стоит там каких-то до самом деле нехилых денег второе приложение представьте себе что приходит пациент в госпиталь и ну там не знаю чего-то у него болит там типа плохо да вот на нем делают такой вот я не знаю как это слово правильно видимо триаж называется да то есть вот чего-то с него снимают там какие-то показатели там типа но я не знаю температуру там давление потом как бы ему говорят ну а что у тебя болит но там типа доктор записывать вы понимаете что вот диагностика она на самом деле как в общем случае очень тяжелая не буду рассказывать эту историю потому что она длинная но вот у меня есть история когда я с профессором стэнфорда вот находясь просто вот в одном таком nightgown мы с ней вместе читали википедию в 7 часов вечера в стэнфорде да я и говорил что спасибо что вы проводите со мной вечер это как бы совершенно совершенно как бы замечательно вот но идея в том что она как бы диагноз ставила вместе со мной читая википедию так вот представьте себе что в этот момент когда вот какие-то объективные показатели сняты и они куда-то записаны вот по этому кусочку текста можно на самом деле пойти и сделать поиск в медицинском каком-то хранилище в котором известны описание и соответственно подтвержденные диагнозы это вообще на мой взгляд чрезвычайно круто да потому что ну понимаете почему идея в том что текст вот как его пишет например доктор или медсестра вот которые смотрят на меня вот данной ситуации он может лексически очень отличаться от того что написал доктор там я не знаю три с половиной года назад смотря на какого-то другого пациента но утверждается что можно построить такие модели вот с помощью data science с помощью deep learning в данном случае как бы специфик ли что этот текст несмотря на то что вот он как бы между тем что написали про меня и тем что было написано в прошлом он лексически разный но семантические они будут как бы очень близки и вот если можно было бы поиском достать из базы данных соответственно близкий текст к ну тем симптомам которые есть у меня несмотря на то что они лексически могут быть описаны совершенно по-другому на мой взгляд это было бы чрезвычайно круто ну то есть вот чрезвычайно я не говорю хотя наверное надо было бы сказать что вся персонализация там я не знаю все поиски там хотите в яндексе хотите в майкрософте хотите в гугле хотите возьмите рекламу там везде как бы это это вообще сплошной сплошной data science и machine learning да то есть вот там ну как бы в общем то есть там делается как и делаются какие-то вещи руками и как бы и токей но когда нужно ответить на какой-то запрос который вообще никто никогда не видел и нужно попытаться посчитать насколько там какие-то странные документы которые вообще никто тоже никогда не аксессил на интернете насколько большая релевантность между запросом и этими документами это все делается с помощью data science с помощью функций ранжирования которые специально для этого натренированы но поскольку мы уже проговорили про пестициды там гербициды и так далее вас наверное не удивит что есть технология например которая как бы такой вот типа сканер такая камера она стоит и по транспортеру едут там не знаю овощи фрукты и она значит решает эти овощи фрукты они правильной как бы хорошей формы они свежие или не свежие вот если они свежие они идут направо если не свежие они идут налево для чего для того чтобы ну не знаю может быть по-разному на них определить цену и для того чтобы люди не стояли этого не делали значит почему это круто но если вы подумаете то как бы овощей и фруктов ну и как бы ну немалое количество да и если там я не знаю по помидору яблоку можно определить что они с бачком то ну я не знаю попробуйте определить это на авокадо например вот типа как определить по авокадо что она типа окей я не знаю но существует технология которая это делает может быть не настолько хорошо насколько вот это бы сделал человек но дело в том что человек он дорогой понимаете да вот ну стоит упомянуть может быть поскольку мы об этом будем будем говорить через неделю про персонал и про то как вот тендеры бамблы и все прочие как бы нас рекомендуют друг другу и как бы но на эту тему будет отдельный разговор но там как бы всего много интересного потому что ну вот мы немножечко поговорили про то как мир представить таким образом чтобы предсказывать было точнее так вот с тендерами им бамблами как бы одна из интересных проблем и интересно думать о том как ее решают это то что вот представить нас на самом деле вот людей там типа ну мужчин и женщин да вот так чтобы вот в пространстве параметров которых мы представлены было понятно что вот хороший match или нехороший match это на самом деле очень непростая задача уж не говоря о том что получить хороший лейбл вот в котором известно что мальчик и любит девочку by и наоборот вот получить этот лейбл тяжело но как бы есть замужние пары там можно попытаться как бы это по ним сделать да но я что-то сомневаюсь что все эти сайты это делают но тем не менее они какой-то сервис нам оказывают вот ну давайте может быть так я в этом месте поставлю точку потому что это уже близится где-то к часу вот я поблагодарю вас за внимание и давайте мы там я не знаю вот что-нибудь просто в открытом полете обсудим вот что там я не знаю что интересно злободневно там я не знаю вот практически любой реально ли работу найти дата аналиста после курсов без какого-либо математического там и вообще технического образования например бэтчеров в экономике и курсы полугодовые например то есть как это вообще на рынке труда оценивается цвет этот вопрос очень сложный значит я я считаю что реально работу найти всегда вопрос лишь том как бы какая какая вероятность да значит я как бы отвечу на него может быть таким образом что у каждой позиции есть требования я считаю что имеет смысл понять какие требования на вот entry-level data science position и я понимаю ну вот смотри мне кажется что вот ты просто идешь и берешь эту позицию да вот типа вот как она определена и пыдаешься понять вот типа какие из требований удовлетворены какие нет я думаю что это можно сделать как бы достаточно transparent если хочешь можем как бы посмотреть отдельно вот как бы в оффлайн да мне просто было интересно насколько смотрят на образование в этом случае ты знаешь очень часто происходит следующее что человек у которого есть какая-то подготовка по data science ему вот зададут какую-нибудь подобную задачу но значит и да и дальше на самом деле вот из нее ну как бы очень сразу много понятно ну и как бы я может быть скажу следующее что вот эта задача например про рулетку ну как бы ее люди спешите не решают я я тебе могу много как бы примеров привести задач которые люди спереди не решают но тем не менее как бы но вот у них у них все есть как бы в руках поэтому я считаю что как бы ну вот по мотивам как бы моих предыдущих как бы рассказов до бояться ничего не нужно надо просто вот как бы с открытым забралом ты берешь эти позиции да и говоришь вот такие то рекламент значит в каких-то там я не ставки это пункт и ты понимаешь что тонко готовишься и просто идешь на это интервью как бы вот в стиле джонни деппо как бы с идеей того что типа а волха фан но умер вот вот и и дальше на самом деле все будет классно потому что когда ты сходишь на одно и ты его пройдешь то скажешь но типа вообще как бы это была какая-то фигня все нормально или ты не сходили ты сходишь как бы на 10 но ты за эти 10 ты научишься так как ты не научишься как бы ни по какой книжке это значит что как бы 11 будет нормально и вообще я считаю что интервью как бы вот просто чтобы подчеркнуть это как бы жирным фломастером это совершенно замечательный способ научиться его проходить особенно если она тематическая например на аналиста ты как бы через один два или три раза ты совершенно четко поймешь что они спрашивают ты четко поймешь в каком месте может быть нужно подложить соломку ты и туда подложишь следующий раз ты поймешь что соломку нужно было подложить какое-то еще место она возможно было ни одно и ну и терируем свет свет без абсолютно без проблем это чрезвычайно востребованная вещь я считаю что если ты можешь показать себе что ты как бы этому можешь научиться как бы а у меня сомнений вообще нет никаких также точно так же как и у тебя их не должно быть то как бы все да ну то есть как бы дан дел как бы вопрос лишь только в том типа вот за какой промежуток времени то есть твой вопрос был реально ли ответ да света ты вообще получаешь золото за первый заданный вопрос спасибо так серебро а какие курсы здравствуйте алёна я хотела спросить какие курсы вы рекомендуете пройти чтобы получить вот образование дата-сайенс и как долго вы считаете адекватно обучаться на дата-сайентиста потому что это такое непростое шесть месяцев мне кажется это не совсем адекватное время я такого обширного так что какие вы советуете курсы bootcamp вы считаете нормальным образованием или выше понятно выше лучше но bootcamp как вы относитесь к bootcamp смотрите я я ко всему смотрите я может быть не совсем правильный человек чтобы рассказывать про курс я могу вам сказать на какие курсы ходили люди у меня в команде они ходили в стэнфорд и они брали брали какие-то курсы там я знаю что они там дорогие но я также знаю что по крайней мере вот когда люди находились внутри они ходили послушать как бы курсы стэнфорда компания каким-то образом им помогало значит я считаю что в интервью как бы и в адекватности вот про которую вы говорили я считаю что главное как бы в этом деле уверенность то есть вы должны сами себе сказать что я это интервью смогу пройти и просто как бы на него идти если вы идете например на phone screen и по каким-то причинам как бы вы понимаете что там что-то не то вы понимаете почему нету то есть вот вам задали какой-то вопрос ну там не знаю например постройте мне линейную регрессию ну Ну, я это для примера говорю. А вы, например, не знаете ни что такое линейное, ни что такое регрессия. Но это значит, как бы пошли обратно и поняли, что такое линейное регрессия. Ну, я понимаю, что это может быть как бы не совсем эффективный способ, да, но когда вот, как это была какая-то игра, Minesweeper, она, по-моему, называлась, да, это вот когда такое типа вот поле, да, и вот туда как бы куда-то мышкой нажимаешь, а там бац, оказалась мина. Вот это вот такой принцип, да, значит, вот. Ну, как бы вы туда мышкой кликнули, бац, на линейной регрессии оказалась мина. Но там вокруг этого поля, как бы там еще чего-то есть. Там, например, бывает там какая-нибудь Ridge Regression или какая-то еще регрессия. Это вот как раз к вопросу о том, как типа прямые проводить через множество точек, да, вот типа как лучше ее провести там типа вот так или вот так. Значит, ну, я не знаю, мне на самом деле такие вопросы давно не задают. И я знаю, что я на них бы, наверное, тоже бы уже не ответил бы, хотя вроде бы все это знал в какой-то момент. Но идея в чем, что для каждой позиции есть requirements. Значит, я считаю, что, Алена, все меряется не временем, а на самом деле двумя вещами. Степенью вашей уверенности в известном смысле. И насколько хорошо вы потренировались? Вы спрашиваете, хорошо ли идти на буткэмп? Хорошо. Почему? Потому что он даст вам уверенность. Вот как бы слово буткэмп у меня почему-то ассоциируется с уверенностью. Вы понимаете, что я говорю вот сейчас какие-то вещи, которые, может быть, даже больше про как бы ваш внутренний как бы state, да, вот с которым вы идете на это интервью, в гораздо большей степени, чем как бы regression. Ну, как бы вот представьте себе, что я бы пришел на интервью, и меня спросили бы про regression. Вы знаете, что бы я сказал? Я бы сказал, что я уже не помню, но я выучу. Вот как бы в Википедии написано, и привел бы пример бы стэнфордского профессора, рядом с которым я стоял просто вот в одном nightgown, да, и она читала Википедию, вы понимаете, да, она профессор Стэнфорда. Ассоции, то есть она тенью профессор. В том смысле, что как бы ей уже не нужно бояться за то, что ее из Стэнфорда выкинут пинком. Она читала со мной Википедию, смотря вот как бы на мою улыбающуюся физиономию. Поэтому понимаете, да, то, что вот вы спрашиваете, ну, там, я не знаю, про регрессию или там типа про что-то еще. Ну, на этот вопрос можно как бы понурившись ответить, сказать, что типа, ну, вот вы знаете, я не знаю ни ту регрессию, ни ту, ни такую регрессию, там, типа, ну, я пойду. А можно сказать, что типа, ну, регрессию, регрессию, там, типа, я прочитаю Википедию, если не знаю. Но зато я знаю про, там, я не знаю, support vector machines. Поэтому, Ален, ответ такой, вы идите на буткэм, замечательная штука, значит, поймите, как бы, что вы знаете. Когда вы пойдете на интервью, вы поймете, чего вы не знаете. И это, как бы, замечательная вещь, потому что это позволит вам понять, как бы, где пойти и вот, как бы, где подложить этой соломки. И я, к сожалению, не могу, вот, как бы, показать пальцем и сказать, что вот это хорошо, это хорошо, просто потому, что вот это, как бы, немножечко вне, как бы, зоны компетенции. Я не знаю, куда пойти, чтобы было хорошо. Но я точно знаю, что часть этого, чуть ли не главное, это то, что вот вы в себе уверены. И это, как бы, не дело, совершенно четко не дело шести месяцев. Вот я вам вот эту часть гарантирую точно. А сколько? Две недели? А то есть, сколько времени, как вы считаете? Две недели? Алена, а что делать? Ну, вот, я вам приведу пример. Вот, как бы, книжки по машин-learning, они, как бы, ну, они, ну, вот, по крайней мере, те книжки, которые я читал, как бы, они написаны, их можно, их можно, как бы, прочитать, понять там какие-то концепции. Я считаю, что главное, что, как бы, вам нужно сделать, это, как бы, вот то, что называется get the foot in the door. Почему? Потому что, когда вы сядете в кресло на работе и вам скажут, Алена, давай-ка, там, вот, запили нам какую-нибудь модель. Я уверен, что вы пойдете и ее сделаете. Почему? Потому что, вот, для вас это будет важно, вы пойдете, там, не знаю, википедию почитаете, там, не знаю, или возьмете помощь друга, или, там, ну, то есть, понимаете, вот, у меня фактически нет никаких сомнений в том, что оно произойдет. Но, как бы, вот, через этот, как бы, клиф, через него нужно пройти. В том смысле, что вам этот foot in the door нужно, ну, как бы, доказать, что вы сможете эту модель построить. Это все, что нужно. Потому что, когда вы сядете в кресло на работе, вы эту модель построите. Вы верите мне, Алена, что вы эту модель построите? Вот, если, если я вас попрошу сейчас, вот, прям, вот, сходу построить модель, там, не знаю, чего-нибудь, вот, представьте себе, там, я не знаю, что, вот, хорошо, давайте, давайте вот такой пример. Вот, например, вот, вы приходите на интервью, да, а я вам задаю такой вопрос. Вот, у вас есть кастомер такой вот один, который, известно, купил в магазине Nike красные running shoes. И теперь, вот, он приходит второй раз, там, не знаю, спустя месяц, ему нужно показать какие-то product recommendations. Какие product recommendations вы ему покажете, если вообще неизвестно ничего? Ответ. Очень просто, правильно? Значит, человек купил красного цвета Nike running shoes. Я вот сейчас пойду и посмотрю, какие у меня есть красные Nike running shoes. А если у меня красных нет, то у меня какого-то еще есть цвета. И еще, может быть, я туда Adidas, потому что он вообще какие-то premium brands любит. И, как бы, все, и понеслось, правильно? А потом вас просят, а можно ли как-то по-другому? Ну, вы скажете, ну, хорошо, давайте посмотрим, например, в категории Nike и в категории shoes, какие ботинки лучше всего продавались, там, я не знаю, за последний месяц? Они такие, вау, а чего вдруг? Ну как, ну они же лучше всего продавались? Ну, наверное, они ему понравятся, правильно, а почему нет? Ну, то есть, понимаете, да, вот, я считаю, что одна из вещей, которая вот позволяет вот такие подобные интервью проходить, да, в которых задают какие-то там, ну, я не знаю, казалось бы, левые вопросы. Это, вот, как я советовал в предыдущей дискуссии, это просто вот, грубо говоря, идти по улице и задавать себе вот эти дурацкие вопросы, которые вас вот просто сбивают с понтолыку. Ну вот, вы же будете интервьюироваться в какую-то компанию, в которой вам будут предлагать там, не знаю, построить какие-то модели, или вот подумать, как вот в задаче, там, не знаю, про жвачки и про погоду, о том, вот, как правильно моделировать мир. Ну вот, попытайтесь просто вот как бы проговорить этот ответ. Одна из задач, например, которую, один из запросов, который я предлагал, опять же, вот в предыдущем токе, да, это попробуйте сделать дизайн поисковой системы Google. Ну и понятно, да, что вот если вы приходите на интервью, там сидит какой-нибудь страшный человек, и вас просят, типа, ну вот расскажите мне, как вы сделаете дизайн поисковой системы Google. Ну страшно, и мне было бы страшно. Вы думаете, что я понимаю, как сделать дизайн поисковой системы Google? Но то, что я понимаю, это то, что, как бы, этот вопрос, скорее всего, про следующее. Это вот давайте попытаемся понять, и какие там есть коробочки, вот в этой, как бы, блок-диаграмме, да. Ну вот есть коробочка, которая, там, типа, смотрит лицом к пользователю, да, и получает запрос. Есть коробочка, в которой, вот, индекс, там, типа, документы лежат. Есть коробочка, которая каким-то образом соединяет, вот, одну с другой, там, типа, достает документы из индекса, а потом их каким-то образом ранжирует. Ну вот, а он вас такой подлый спрашивает, а как она ранжирует? Вы говорите, ну не знаю, там какая-то функция ранжирования, наверное, machine learning какой-то, и правильно. Ну и, понимаете, да, вот, как бы, больше глубины, я думаю, что, как бы, ну, на самом деле, если они ожидают больше глубины, то, может быть, это уже какая-то такая senior позиция. Но идея в чем, что, вот, через всю эту, как бы, вот, через все это обсуждение, ну, я вообще ни разу, как бы, не уныл. Хотя, в общем, я понимал, что примерно с первого, как бы, слова я на тонком льду. Знаете, этот был замечательный, замечательный фильм с Леонардо Ди Каприо. Catch me if you can. Там у главного героя, которого играл Леонардо Ди Каприо. Кстати, я очень вам рекомендую посмотреть, сейчас я вспомню, его зовут Фрэнк Эбигейл. Фрэнк Эбигейл – это реальный человек, которого Леонардо Ди Каприо играл. И Фрэнк Эбигейл в какой-то момент, он как бы сам, он приехал в Google и давал там ток. Вот вы на YouTube можете его пойти найти. Совершенно замечательно он рассказывает про то, как Ди Каприо сыграл его, вот Фрэнк Эбигейл, да, про то, как, там, не знаю, была, какой была его жизнь, как его в итоге там, типа, попросили работать в FBI. Вы получите удовольствие вот от того, как он рассказывает. И вот, да, так, к чему, простите, к чему я привел этот пример? Потому что там был эпизод, там, где его папа произносил какую-то речь Леонардо Ди Каприо. Он рассказывал историю про двух мышей, которые упали в кувшин с молоком. Вот. И он говорит, что вот, типа, две мыши, они как бы отличались своими тактико-техническими характеристиками. В том смысле, что одна из них утонула, а другая вот так, типа, взбивала молоко так, что она стала сметаной, и она таки вылезла. Вот. Так вот, идея в чем? Я считаю, что вот просто нужно быть мышью номер два во всем в этом. И на самом деле из каждого вот этого опыта интервью забирать то, почему оно получилось, то есть вот как бы что было хорошо, и пытаться понимать, что было нехорошо. То есть вот как бы то место, которое нужно, там, я не знаю, изучить лучше или как бы освоить лучше. На самом деле, с точки зрения machine learning, вот таких как бы больших, там, не знаю, кусков, концепций, их не очень много. Поэтому я, ну вот как бы за шесть месяцев, Ален, на самом деле, можно сделать, если вот, ну, как бы хорошее желание и есть время, ну, как бы можно сделать очень много. В machine learning я практически уверен, что для того, чтобы начать работать в компании, вот или data analyst, или даже вот как бы entry-level data science, вот такой как бы мощной подготовки не нужно. Особенно если у вас техническое образование. То есть вот техническое образование, там, не знаю, из, ну, как бы одного из наших государств или техническое образование здесь и какой-то опыт технической работы. Считайте, что, как бы, вы находитесь уже на самом деле на достаточно продвинутой позиции. Я бы читал machine learning, я бы делал этот bootcamp, безусловно, но главное, что я бы понимал, это вот как быть психологически настроенной на то, чтобы прийти и в этом интервью, как бы, показать, как бы, свою уверенность, выйти из него с тем, чтобы понимать, что получилось, что нет, дальше просто итерировать процесс. То есть востребованность в data science настолько большая сейчас, что, я думаю, вы очень быстро поймете, как бы, где тонкие места, которые нужно, которые нужно, ну, что ли, сделать, сделать лучше, которые позволили бы вам получить эту работу. Дима, у меня есть вопрос. Ты предлагаешь метод, ну, как, ну, то есть ходить на интервью и пробовать, да? Ну, вот, на самом деле, у нас очень маленькая, ну, может быть, не надо это делать там, где мы живем, может быть, пробовать в каком-то другом регионе, вот, пока мы учимся. Аня, люди, люди ходят на интервью, это, как бы, известный феномен, люди ходят на интервью, чтобы научиться проходить интервью. Вот. Я понимаю, но там же они записывают, они же записывают, а у них там есть рекорд, что ты сказала, потом ты себе, как бы, испортишь на будущее. Ну, этих компаний же не так много, которые рекрутерские, которые, ну, как бы, куда мы ходим. Ну, может быть, ну, как тут выходит, может быть, не стоит этого делать, там, где, пока ты учишься, тренироваться где-то в других местах, в регионах, не в Эре, как. Ну, я не знаю, Аня, то есть, ну, то есть, можно, но, как бы, вот здесь точно горячо. Здесь точно горячо. То есть, все-таки идут, да? Не, ну, как бы, какая идея? Я, как бы, предлагаю делать две вещи. Я предлагаю готовиться самому, я предлагаю ходить на буткэмпы, я предлагаю ходить на интервью. Я не предлагаю не делать первого и второго, а сразу идти на интервью. Ну, то есть, понятно, да, что вот если я, например, пойду сейчас на интервью, там, я не знаю, по химии, ну, как бы, можно даже не ходить. Ну, то есть, я что-то помню, но, как бы, на таком уровне, что точно можно не ходить. Вот. Ну, естественно, нужно, как бы, какой-то, как бы, орешек знаний расколоть. Вот. Но то, что я предлагаю, это колоть его, как бы, целенаправленно, потому что, когда есть какая-то база в виде, там, я не знаю, образования и в виде опыта. Ну, вот, например, на прошлой встрече один из вопросов, который был задан, это, вот у меня есть, например, прошлый опыт разработки кода, там, на каком-то другом языке. Там, я не знаю, Кабол, Фортран, там, я не знаю, Си. Да, вот теперь, там, не знаю, всем нужна там Джава, Скала и так далее. Нужно ли мне про это писать? Ну, конечно, нужно, ну, потому что вот это как раз важно, да, то есть, как бы, это человек, у которого есть четко вот самый, тот самый опыт. Нужно ли знать Джаву, если в позиции написано, что она requires Java? Да, нужно знать, ну, потому что, как бы, если Джавы нет совсем, то, как бы, ну, по requirements, ну, есть определенные несовпадения. Я считаю, что в случае data science очень часто бывает так, что вот, как бы, конкретные requirements, которые есть, значит, или в случае, как бы, data-аналитики, значит, на них просто нужно читать, что позиции, как бы, написано, что позиции требуются. И пытаться понять, вот, насколько свободно, вот, в рамках этих requirements вы, вы можете оперировать. И не бояться, не бояться идти на это интервью, потому что вот эта позиция, она сегодня есть, завтра ее не будет. И если эта позиция, как бы, подходит, нужно понять, вот, насколько вы адекватны этой позиции. Ну, у них есть рекордс, да, они останутся. Но, как бы, все понимают, Аня, на самом деле, что мы не статичны в этом мире. И, ну... У меня еще один вопрос, Дима. Да, конечно. Я, на самом деле, я извинялась, переносу уже. А как вот делать, чтобы вот несколько резюме было в LinkedIn? Один на одну позицию, другая на другую? Именно в LinkedIn, ты спрашиваешь? Я не знаю. Такое можно делать в LinkedIn? Я вот вижу головы, которые качаются вот в горизонтальном направлении, а не вертикальном. Значит, что, видимо, означает, что, ну... Не, ну, смотри, как бы, резюме, понятно, если его написать, как бы, не в LinkedIn, то его можно адаптировать, и, видимо, нужно адаптировать под конкретную позицию. Я считаю, что это очень хорошо смотрится, когда резюме и позиция, они, как бы, находятся в, ну, в известной, в известной доле координации. Вот. Вот. Но как это сделать на LinkedIn, я не знаю, и, судя по ответам, которые я пронаблюдал, наверное, это и невозможно. То есть на LinkedIn есть какой-то, как бы, профайл, который покрывает, ну, как бы, рабочую историю, да, и опыт. Вот. Ну, а резюме, видимо, что-то похожее, но не совсем. Лен, ты хотела... Да, я хотела добавить, что я делаю обычно, ну, мы все, у нас профессии есть, если вы ищете работу, вы примерно ее где-то, это ваша профессия более или менее, там, может, могут позиции отличаться, но это то, что вы делаете. Что я делаю, если я, например, вижу job description, мне очень нравится позиция, я просто беру предложение оттуда из requirements и ставлю в свой профайл, ну, потому что у меня, например, есть в этом, например, в каких-то вещах опыт работы, но я об этом не упомянула в своем LinkedIn профайле. То есть, когда рекрутеры ищут работников, они это прям делают search по словам, по keywords. И если у вас эти keywords будут встречаться в вашем профайле, вы всплывете в их поиски. Вот. И, в общем, они, естественно, им очень понравятся, если там, например, никакая позиция открыта, а у вас там, например, четыре каких-то requirements есть. Ну, естественно, все прям так копировать не надо, слово в слово, нужно как-то изменить предложение, но смысл, чтобы был тот же самый. И это очень помогает. Еще насчет резюме. Ну, в LinkedIn нельзя сделать там пять каких-то профайлов, надо сделать один такой универсальный, чтобы вы всплывали там в разных search по разным keywords. А если вы делаете резюме, то и где-то в какие-то базы данных помещаете эти резюме, что делает народ? Так как все делают boolean stream search, в основном все эти рекрутеры, например, если они ищут резюме просто в интернете. Что они делают? Они используют keywords. И, например, вы в свое резюме, вы хотите, чтобы оно всплывало как можно чаще, но, естественно, резюме там должно быть одна страница или полторы, и вы всего там не сможете вместить. Что народ делает? Они берут вот, где хейдинг и футер делают очень маленький и делают белым шрифтом, keywords пишут. Их не видно, если смотреть на резюме само. Но ваше резюме будет всплывать в search и рекрутеров, если оно где-то сидит в пространствах интернета всегда. То есть это тоже такой лайфхак. Больно выдумки хитра. Это не то, что я спрашивала. Например, когда-то давно я, например, искала работу и на QA, и на программисту. То есть на программисту у меня было одно имя, а на QA у меня было другое имя. И зависимость... Ваше имя или какое имя? Мое имя. Мое имя. Первое имя я не знала. Но сейчас очень тяжело, как бы... Ну вот я имею в виду, что у меня одна специальность, да, а я там начинаю на какой-то Data Entry, а именно Data Science... Data Entry так подворачиваясь, когда-то давно работаю. Извиняюсь. А Data Science, и как бы не хочется, чтобы оно попадало в все базы. Да, потому что... Ну вот в таком смысле, что вот какой-то есть трик обмануть систему, обхитрить систему. В настоящее время еще никто не будет, неизменно. Я не знаю, я профайл на LinkedIn новые, но у меня один профайл, я никогда не думала создавать там два или три, но возможно вы можете использовать свое имя, но разные профайлы создать. Но я просто не представляю, как это будет выглядеть. Да, но это должны быть разные логины, Аня. А LinkedIn, по моему опыту, они тоже умные, они догоняют, что ты с одного компьютера, почему ты используешь два разных логина. Вот какие-то есть системы, которые на самом деле это разрешают, вот типа Facebook, по-моему, Facebook с этим как-то вот он вроде бы окей. А если ты с одного и того же вот девайса будешь разные профайлы на LinkedIn пытаться делать, LinkedIn может это не понравиться. То есть вот… И вообще на самом деле вот есть такая тема, я ее тоже где-то упоминал, вот нужно пытаться вот как бы на это не нарваться еще. В интернете, вот в наше время, особенно вот там типа в COVID, достаточно большое количество fake resumes, которые написаны там где-то под копирку, какими-то людьми, которые на самом деле работать не хотят или не могут, они просто хотят вот как-то подоить систему. Вот, то есть там есть люди профессионально, которые пишут резюме, есть люди, которые профессионально ходят на интервью, вот. То есть я бы пытался вот от этого держаться как бы на хорошем расстоянии, чтобы ни у кого как бы подобных сомнений не возникло вот в плане игр. Спасибо. Ну и еще, если вы хотите, например, все-таки вы решите создать какие-то два логина на LinkedIn, вы можете один из инкогнито могут заходить в один профайл, а другой обычный могут. И тогда компьютер не будет знать, и LinkedIn не будет знать, что это вы с одного компьютера заходите, мне кажется. Мы так делаем системами, чтобы нас логаут не делало. Дмитрий, можно я задам вопрос? Здравствуйте. Конечно. Ивета. Здравствуйте. Вопрос. Я добила темы интервью. Мне интересно про профессию Data Science. Когда инженеры создают модели? А кто ответственен за то, чтобы предлагать разные гипотезы? Это всегда делают сами инженеры? Или есть компании, где в команде, допустим, есть психологи? Психологи? Да, ну потому что иногда я вижу там какие-то статьи, что там Facebook знает, когда вы depressed, да, например. То есть судя по тому, куда вы выставите, они как бы делают такие заключения, допустим, про ваше здоровье или про ваше психологическое состояние. Мне интересно, а кто вот эти вот гипотезы выставляет изначально? Да, это сами инженеры всегда говорят, давайте проверим, как бы, вот человек, который смотрит фильмы Тарантино, а вдруг ему очень нравятся, там, я не знаю, какие-то суперстранные документарии, да? То есть не просто то, что вы рассказывали сценарий, там, допустим, человек, который любит Тарантино, и он, и фильмы с такими доктёрами, то есть там recommendation angel, понятно, да, как это работает, а вот гипотезы, которые абсолютно, таки можно сказать, random, кто их обычно выставляет? Вы знаете, Вед, это очень, как бы, хороший вопрос. Вообще бизнес data labeling, он, как бы, безумных размеров. Я, к сожалению, не помню, какой это был стартап, недавно я вот с кем-то обсуждал, который имеет там чуть ли не много миллиардную долларовую valuation, который просто занимается тем, что он размечает данные. То есть вот, ну, например, один из их клиентов – это компания Toyota. Я не знаю, вот, вот, вы можете меня пытать, как Жанну Дарк, я не знаю, что, как бы, Toyota нужно размечать так, так, что они на миллионы долларов сумели напродавать вот этого сервиса Toyota, чтобы потом получить миллиардную valuation. Я не знаю. Как бы, я так где-то про себя подумал, что я очень хотел бы быть на их месте, там что-нибудь Toyota размечать тоже будет сидеть. Вот. Но идея в том, что, да, действительно, вот есть приложения, в которых вот этот, собственно, лейбл, да, вот типа положительный лейбл или то, что вы хотите предсказать, он как бы генерируется, ну, что ли, системой, когда она стоит в производстве. Простой пример – это очень часто, например, релевантность рекламы оценивается по клику, да, то есть, вот, если человеку показали рекламу, он на нее кликнул, как бы это релевантно. Значит, понятно, что клик можно записать, да, и понять, что вот там куча рекламы была показана без клика, есть вот какая-то реклама, которая была с кликом, и поэтому у меня вот как бы эти лейбл, нолики и единички, они вот просто выходят из системы, и мне, грубо говоря, размечать ничего не нужно. Значит, теперь интересный вопрос – это, например, про поиск. Вот в поиске, на самом деле, когда по запросу выводятся какие-то документы, да, вот, ну, даже вот в том же самом гугле, у них же тоже есть, на самом деле, клики, да, то есть, вот вы смотрите, например, там, вот этот вам документ нравится, вы на него кликнули. Казалось бы, почему клики не предсказывают? Никто в поиске клики не предсказывает, они берут и размечают вот эти search result pages, то есть, они действительно смотрят по этому запросу вот эта конкретная страница, то есть, они делают, они как бы переходят на страницу и смотрят, насколько она релевантна. И там сидит куча людей, где там, не берусь сказать, как бы у разных, видимо, по-разному, которые берут и делают эту разметку, и эта разметка используется для двух вещей. Она используется для того, чтобы обучать функцию релевантности, с одной стороны, и, с другой стороны, для того, чтобы оценивать ее качество, то есть, вот ровно в том ключе, который я описал с Netflix, да, то есть, возьмем, закроем какие-то предсказания и посмотрим, насколько хорошо эта функция предсказывает. Вот, а потом еще есть тестирование, которое происходит онлайн, когда эта функция, там, может быть, идет в производство, да, и как бы их несколько работают параллельно друг к другу, происходит вот этот A-B-тестинг, в котором в итоге устанавливается, какая из них лучше. Значит, когда вы говорите вот про какие-то такие абстрактные, отвлеченные labels, значит, их, с одной стороны, может действительно описывать человек, да, вот он как бы сидит и говорит, да, вот мне кажется, что на Фейсбуке на самом деле, вот если конкретно мы говорим про Фейсбук, там есть, ну, опять же, я не специалист, но вот как я вот недавно выяснил, там есть такая штука, которая называется moods, да, в которой можно сказать, что I am excited или там I am что-то. Ну вот, а поскольку у них злая туча людей, и кто-то бывает когда-то excited, а кто-то бывает когда-то что-то еще, то на самом деле вот как бы что предшествовало, соответственно, переходу в соответствующее состояние, им известно. То есть, ну вот грубо говоря, вы можете думать об этом так, что у каждого пользователя есть timeline, который на самом деле очень хорошо отражен в… вот когда вы смотрите на свою страницу, да, то есть как бы показан timeline, то есть как бы самые недавние события, они как бы идут первыми, да, а потом вот, ну не знаю, следующее. И в какой-то момент вот представьте себе, что вы были excited. Ну как бы понятно, что то, что было вот непосредственно перед этим, или то, что вот написано вот в этом пусте, наверное, как бы сделало вас excited. Поэтому если вы хотите на этом основании построить классификатор, ну это можно, это можно попытаться сделать. Я не знаю как бы для чего, но классификатор можно построить примерно всего. И вообще это, по моему мнению, задача, вот я здесь недавно с кем-то разговаривал, с кем мы вместе работали в Yahoo, там я не знаю, 20 лет назад. И мы говорили с ним про проблему категоризации документов в каталоге, вот в каталоге товаров. То есть вот на самом деле вот это такая, знаете, очень такая злая, наболевшая задача, когда вот все эти большие бренды, там типа Procter & Gamble, там или, ну я не знаю, L'Oreal, у них куча-куча-куча злая продуктов. Вот, ну как там товаров, товаров, там куча товаров, да. Они эти товары посылают кому-то продавать, ну например, там я не знаю, Walmart, вот. Ну какая идея? Ну если мы посылаем Walmart их продавать, ну давайте мы сделаем эти товары, ну каким-то образом, ну что ли, доступней для поиска. А как их сделать доступней для поиска? Ну давайте какую-то хотя бы структуру из этих товаров достанем. Ну например, скажем, что вот этот товар, это ботинок, скажем, что вот этот товар, это там, я не знаю, спортивный инвентарь, скажем, что вот этот товар, это там, я не знаю, бьюти, и что вот у этого товара бренд Nike на самом деле, а вот у того Adidas, вот этого как бы очень мало на самом деле. То есть вот как бы структуризация каталога, то есть вот возьмем текст и из него как бы поймем, что это ботинок или платье, или там красного он цвета, или он как бы бренда Nike. Вот эта задача вот на таком массовом уровне, она не решена. Вот на удивление как бы вот всех, да, то есть вот она была 20 лет назад не решена, и она не решена и по сей день. И у меня есть как бы занимательные примеры на эту тему, и в этом я как бы я боюсь как бы нас увести просто на другую орбиту, но идея в том, что вот как понять, что какой-то товар ботинок, ну какое-то их количество этих ботинок нужно разметить. То есть вот если вы мне скажете, что вот этот как бы текст, вот этот тайтл, этот дескрипшн, он соответствует ботинку, и вы мне дадите там, не знаю, какое-то количество, ну, я на основании этого смогу чего-то научить. А еще есть такой приемчик интересный, вот который про ботинки. Это то, что на самом деле ботинки можно, понятное дело, классифицировать просто правилами. Ну, например, если в этом, в описании этого товара, есть слово шнурки, то значит это ботинок. Вот, и поэтому я теперь вот по всем документам пройду, найду там, где встречается слово шнурки. И все, где встречается слово шнурки, я скажу, что это ботинок. Буду я прав? Большинство времени. Да, потому что там шнурки бывают, наверное, где-то еще. Там, типа, кто-то еще что-то шнурует, и это не ботинок. Вот. И на самом деле все системы, которые, вот, классификации, которые были построены до Machine Learning и до Data Science, они вот были такие rule-based. То есть они как бы брали правила и применяли их к большому количеству документов, да, и пытались сказать, что вот если шнурки, то это ботинок, да, а если, ну, я не знаю, что еще. Если там Sparkling Water, то это как бы beverage, да. Ну, и понятно, что в большинстве случаев это все было как бы нормально и хорошо, но нужно было делать исключение из этих правил, потом исключение из исключения. И, в общем, в итоге люди поняли, что на самом деле это все очень дорого, вот если это вот как бы так делать. И они пришли к идее того, что нужно строить на самом деле классификаторы, и эти классификаторы работали значительно лучше. Их было проще тренировать, их было проще поддерживать, но то, что было необходимо дать на входе, это нужно было дать какую-то выборку документов, которая была размечена, ну, потому что без нее, вот, как вот этот bootstrap, да, вот, то есть получить начальную версию этого классификатора практически невозможно. Вот, но это какой-то такой длинный ответ на простой вопрос. На самом деле, как только что-то размечено, то да, как бы вперед из песни, можно пытаться тренировать классификатор. Спасибо за ответ. Наверное, мой вопрос был немножко больше в сторону организационной структуры, да, то есть мне интересно, если инженеры, так сказать, правят миром, или все-таки... Не всегда, Ивета, не всегда, то есть... Да. Окей, спасибо. Инженеры, инженеры, Ивета правят миром там, где им не на кого больше положиться. Значит, в принципе, как бы разметка, разметка данных – это такой достаточно тяжелый, кропотливый труд. Значит, если компания хочет заплатить инженеру кучу денег, там, типа, дейта инженеру, с тем, чтобы он или она сидели, размечали данные, ну, как бы это можно сделать? Но я не думаю, что это очень хорошее... Ну, то есть иногда бывает просто необходимость. Вот. И как бы я сидел, данные размечал, то есть я вот помню, что вот когда в поиске я работал в Яндексе, было очень классно, мы сидели, размечали данные, вот нас было там, типа, 3 или 4 человека, и мы пытались понять, почему мы никак не можем друг с другом согласиться, там, на каких-то, вот, так, казалось бы, простейших примерах. То есть это показывает, что это, на самом деле, задача, несмотря на ее кропотливость и, казалось бы, прозрачность, она, в общем, не настолько, не настолько простая, как кажется. Вот особенно вот в таких вот, знаете, случаях, когда нужно там депрессию, например, предсказать, ну... можно коротенький вопросик? Однозначно, конечно. Спасибо. Добрый вечер всем. У меня вопрос по поводу техникулскилс, которые содержат каждый job description. Я хотела спросить, в каком бы порядке по важности вы бы поставили, допустим, Python, SQL и R? Лариса, очень зависит... Или что-то еще, что я не перечислила. Лариса, очень зависит от позиции, на которую вы идете, от того, что люди хотят. Я знаю, что очень много, как бы, пишется на Python, очень много пишется в R, SQL, это может быть в какой-то, как бы, большей степени про, как бы, Data Analyst, не про Data Science, но, как бы, нужно смотреть на позицию. И я бы сказал, что вот любая вот из этих вещей, Ларис, и я, как бы, вот этот ответ, я повторяю, но я считаю, что он важен. Любая из этих вещей, она выучиваема. Вот если вы сидите в кресле, и вам говорят, Лариса, вот идите, пишите на Python, и вы на Python никогда не писали. Я уверяю вас, что вы за две недели будете писать на Python. Вот я вижу, что Юля со мной согласна, вот, и как бы, я вижу, что один человек... Ну, то есть, как бы, идея в чем, в том, что вот если вы уже туда попали, и вам сказали, вот, напишите на Python, вы на Python напишите. Вы пойдете, вы найдете куски этого Python, вы поймете, как, я не знаю, как засетапить environment, как написать, там, типа, что-то там, программу Hello World. Как только Hello World написано, да, а с этого все начинается. Мы знаем, что, как бы, как только написана программа Hello World, то дальше, как бы, все просто. Вот, и, ну, то есть, Лариса, я не вижу, как бы, фундаментальных проблем. Как бы, вот, найдите job description той позиции, которая вы считаете, вам подходит, вот, которую вы хотели бы получить. Посмотрите, что там написано. Там написано слово Python. Немножечко вы узнаете про Python, так, чтобы вот вы на уровне, там, я не знаю, напишите мне программу, там, не знаю, построение, там, не знаю, метод минимальных квадратов, да, линейной регрессии, чтобы вы могли ее написать. Я бы вот честно на этом остановился. Спасибо. Последний вопрос? Последние два вопроса. Можно? У меня короткий вопрос. Юлия. Ну, короткий. Ну, так вот говорили. Как бы вы описали, ну, вот, там, человека, который вы хотите в команду, или вот человек, который, вот, вы знаете, что вот он справится с задачей. Ну, то есть как, не знаю, признаки, какие… Признаки человека, который справится с задачей. Да, да, да. То есть что для вас важно, ну, просто. Юлия, понимаете, вот, я про это отвечал в, как бы, в другом, в другом токе. И я хотел бы, может быть, подчеркнуть следующее, что мне кажется, что вот на это нужно смотреть, как бы, с двух потенциально, как бы, разных сторон. Первая сторона – это technical skills. То есть придут люди, и они вам таки зададут технические вопросы, на которые нужно будет там какую-то или задачку решить, или какой-то кусок кода написать. И у каждого из них будет какая-то идея о том, что они тестируют. Да. Я такие интервью, я помню, что я проводил, когда я был, ну, как бы молодой и неопытный. Я помню, что у меня была какая-то задача про лесу и про утку, и что утка при каких-то определенных, значит, условиях, она вот проходила вот этот, как бы, квантовый переход и убегала от лесы. Я точно знал, что эту задачу никто не решит, и мне это очень радовало. Да, я вот приходил на интервью, я не знаю, зачем я эту задачу задавал, но это показывает вам следующее, что вот бывают совершенно ненормальные люди, вот типа вот меня, там, я не знаю, 20 лет спустя, да, 20 лет назад, которые задают какие-то совершенно безумные задачи. В них просто нужно показать, что вот вы, ну, грубо говоря, мышь номер 2. И вообще вот как бы в любой задаче, да, там, не знаю, по питону ли она или по R она, я считаю, что вот, ну, вот представьте себе, да, вам, вот вы приходите и вам говорят, ну, вот напишите, Юля, на R мне, пожалуйста, и я не знаю, можно ли это на R написать, обход бинарного дерева. Ну, а вы скажите, ну, как бы, я не знаю, давайте я вам на псевдокоде напишу обход бинарного дерева, ну, так это же как бы проще парень и репы, да? И на самом деле, вот, на мой взгляд, скилл, который я бы хотел увидеть, то есть я вот как бы уже, там, не знаю, по прошествии многих лет я делал такое интервью, которое называлось фит, да? То есть вот фит, это что значит, что я вот смотрю вам в глаза и я думаю, а вот будете ли вы хорошим добавлением к нашей существующей команде? И, видим, подразумевалось, что я должен как бы хорошо читать людей. Опять же, не знаю, вот, насколько я могу этим похвастаться, но идея в том, что вот мне конкретно, если вы спрашиваете про меня, мне очень нравится человек жизнерадостный, веселый, который как бы have fun, который в какой-то момент, когда он войдет после, там, трех или четырех человек, которые там, типа, только что его мутузили на технические темы, он мне улыбнется и пошутит что-нибудь про мою прическу. Как бы, я считаю, что это, как бы, совершенно замечательно, да? Ну, не знаю, может быть, не про прическу, там, не знаю, про что-нибудь еще. Вот. И вообще вот как бы человек с энергией, от которого складывается ощущение, что даже если он не знает, но он все равно сможет и выучит, он на самом деле стоит дорогого. Поэтому вот, опять же, в прошлый раз я проводил этот пример, я хочу повторить просто, что называется, for the record. Я в какой-то момент был на US Open, на теннисном турнире, в котором играла Мария Шарапова. Значит, там вот есть какой-то, я не помню, как он называется, эш, чего-то, вот как бы большой, как бы этот корт, на котором там, типа, куча-куча народа. Ну, понятно, Мария Шарапова играет с какой-то молодой девушкой. Молодая девушка у нее выигрывает. Значит, Мария Шарапова, она просто вот как, ну что ли, она знает, как себя вернуть вот в то состояние, в котором она performs her best. Что она делает? Она поворачивается спиной к корту, она делает какую-то вот такую мгновенную медитацию, она делает это после каждого поинта. Она вот этот поинт, который только что проиграла, она не дает этому поинту влиять на то, как она играет следующий поинт. Ну, или, по крайней мере, она пытается во что бы то, во что бы то ни было. И она таки в итоге эту румынку победила, да, вот несмотря на то, что, по-моему, она первый сет ей проиграла. К чему я это говорю? Потому что вот она знает, как себя из состояния, в котором там типа она даун, да, и она типа у нее что-то не получалось, и она знает, как себя вернуть. Значит, вот я считаю, что ровно вот как бы с психологической точки зрения ровно такая же вот mental model должна быть у вас. Каждый как бы новый человек, с которым вы встречаетесь, это новый шанс. Предыдущие, они могли вам задавать задачи про лесу. Вот вы как бы думаете, что вот думайте про этот вечер и думаете про то, что я вам сказал, что вот типа это могла быть задача про лесу, да, в которой вот, ну просто, ну вот расскажите мне, как бы, а вот что вы думаете по поводу, или там, я не знаю, сделайте мне дизайн Google Search. Ну, понятно, что ну как бы малый человек, который в этом мире могут сделать дизайн Google Search. Ну, пойдите и напишите как бы Google Search, вот как вы его понимаете. На самом деле, вот человек, который задал вопросы вот относительно того, что хочется на выходе получить там какую-нибудь, там, я не знаю, блок-схемку из трех квадратиков и потом написал эти три квадратика, он стоит дорогого, потому что вот виден процесс, в котором человек подходит к задаче, да, он получает какой-то вопрос на исполнение, он о нем подумал, задал какие-то вопросы, чтобы вот как бы пробелы заполнить в том, что как бы не было понятно в изначальном вопросе, потом пошел и сделал какой-то дизайн. И пока он его делал, он о чем-то говорил и рассказывал, что вот здесь, мне кажется, нужно сделать так, здесь, мне кажется, нужно сделать так. И после этого задал вопрос, а вот как вы думаете, там, вот здесь это будет работать или что? То есть, он как бы обсудил. В чем кайф, Юля, вот такого подхода? Кайф в том, что понятно, что вот если этого человека нанять, это не будет какой-то black box, которому вот чего-то кинул, да, и этот человек пошел куда-то, да, и потом, вот как это, в стихотворении анчар, да, к утру возвратился с ядом. То есть, вот этого не будет. А это на самом деле главная проблема, вот поверьте мне, это главная проблема, которая есть у всех. Это то, что люди считают, что они, ну, как бы, это хорошо, когда они empowered, да, но перед тем, как быть empowered, нужно понять, как бы вот, задать какие-то вопросы и понять, вот как бы, я правильно понял задачу, да, а когда вы каким-то образом, там, не знаю, сделали какое-то решение или там, не знаю, дизайн, ну, давайте мы его тоже обсудим, да, ну, потому что может быть там, типа, кто-то что-то не понял. То есть, вот в компаниях это встречается постоянно, кто-то чего-то не понял. И, если кто-то чего-то не понял, а потом это сделано, ну, как бы, плохо всем, тем, кто понял, и тем, кто не понял, и тем, кто понял, но не объяснил, тем, кто не понял, но ему объяснили, но он все равно не понял. Поэтому, вот, если 10 раз спросить, я не шучу, то есть, я вот честно говорю, если 10 раз спросить и вообще, вот как бы, обсуждать со своим, вот, с человеком, который вам задал вопрос, вот как бы так активно, типа, ну, вот я делаю так, я вот пишу вот это, это будет чрезвычайно, то есть, вот на мой взгляд, я бы хотел вот такого человека, которого бы я знал, что, что-то он знает, чего-то он не знает, но сможет узнать, как вот та профессора женщина, я ее похвалил, я и сказал, что она очень хорошо википедию читает, что, we will make a good team together, да, если я тоже, вот, если меня тоже возьмут в Стэнфорд, то как бы, we're gonna make a great team, вот, и, и третье, да, это вот как бы, communication skills, да, как бы, communication skills, энергия, позитивность, то есть, вот это то, что хочу видеть я, если я этого не вижу, то мне как-то вот, ну, мне становится грустнее. Давайте последний-последний вопрос, если он есть. Дмитрий, вы обмолвились, что через неделю будет какая-то еще, типа, лекция, как я, может, я что-то неправильно поняла. Это какой-то у вас курс лекций, я просто не в курсе. Можете расскажите? Я уже, я уже где-то, Лариса пошутил, что я как Кощей Бессмертный, я, как бы, делаю, делаю много чего, и от этого получаю удовольствие. У меня на самом деле, значит, все объявления, которые я делаю, они находятся в группе Perfect Match. Значит, вот ближайшая, ближайшая встреча будет в понедельник, на которой просто будет Q&A по поводу hiring, резюме, compensation, там, я не знаю, какие-то конфликты на работе, то есть, это вот просто, как бы, такое открытое общение. А в четверг, через неделю, будет, будет встреча по Data Science of Online Dating. Вот. И я еще, как бы, в раздумьях о том, что именно, что именно там сказать, но это, вот, как бы, конкретное приложение, и я буду пытаться, что ли, его сделать reverse engineer, да, то есть, вот, попытаться рассказать, что я считаю, находится, вот, как бы, в начинке, и как на эту начинку можно влиять, если некоторые из нас пытаются найти, как бы, свою вторую половинку. Вот. Ну вот, а так, в общем, если есть, как бы, я не знаю, произвольное пожелание, то, пожалуйста, напишите мне, и мы обсудим, что можно, там, не знаю, сделать, о чем поговорить. Я с радостью. можно последний вопрос, только про Data Science, не про интервью, и так далее, про работу. Вот. Вот. Ну, я человек не технический, работаю в технических компаниях, но не технический, без технического образования. И пришла послушать именно про Data Science непосредственно. Вот. И вот ты в самом начале, когда ты говорил про всякие, там, ну, вот, разные примеры, это были все примеры о том, что мы знаем. Ну, и, соответственно, мы базируем наши какие-то результаты, базируем на том, что мы знаем. интересно же узнать, что мы не знаем, правильно? и, как бы, в этом, я так понимаю, заключается вся соль. Дело, потому что мы знаем, это, как бы, известно. Вот. Так вот, про те же красные кроссовки фирмы Nike. Если, я хотела задать вот такой вопрос, задаются ли такие вопросы, ну, то есть, я уверена, что не задаются, но, может быть, ты можешь как-то немножко элаборировать на тему, что, вот, пришел к тебе обратно этот покупатель с красными кроссовками фирмы Nike, но он их на самом деле купил, потому что он решил провести эксперимент, потому что он всегда покупает черные, а вот этот раз пришел купить что-то другое, красное. То есть, это был его, так сказать, outlier в тот момент. Вот. как бы, привлечь его, ну, будет ли, как бы, уместен такой вопрос, знаешь, как бы, с самого начала, ну, как salesperson, скажем так, если он говорит salesperson, который пытается ему что-то продать, что понравились ли вам наши кроссовки? Да. На самом деле, Наташа, замечательный вопрос, и он очень глубокий. То есть, вот, если про него, и, может быть, если ты позволишь, вот в этом месте я скажу, как бы, несколько слов, вот, про интервью, просто, чтобы подчеркнуть, вот, этот вопрос о том, что мы не знаем, чего мы не знаем, это, на самом деле, очень глубокое наблюдение именно в контексте data science. и причина этому, это вот, если вы, например, вспомните этот гамбол машин, да, вот, про который я рассказывал, в нем, на самом деле, было непонятно, какие цвета внутри находятся, но мы, как бы, пронаблюдали 20 красных, а что внутри, как бы, его непонятно, ну, то есть, вполне могло так получиться, что Нюра туда насыпала сначала красных, как бы, из ведра, а потом у нее было еще ведро, например, с черными, да, и, как бы, в какой-то момент произойдет вот этот перехлест с красных на черные. Дальше, одна из задач, например, которую мы обсуждали, это задача, в которой есть клики на рекламу. Так вот, утверждается, что если вот по этим кликам учиться предсказывать клик, то на самом деле вот эти данные, которые сгенерировала система, в которой вот до этого люди или кликали, или не кликали, эти данные, они, вот то, что по-английски называется biased. Biased – это как бы такой термин, который подразумевает, что, ну, вот, ровно то, Наташ, что ты сказала, а именно, что мы не знаем то, чего мы не знаем. То есть, понимаете, в каждый момент текущая система, которая стоит в производстве, она какую-то рекламу показывала покупателям. Ну, была куча рекламы, которую она могла показать и не показала. А то, что она ее не показала, как раз означает, что, может быть, там-то вообще была гораздо лучше реклама, которую можно было показать, которая на самом деле бы вообще всем понравилась, и там все бы кликали бы и покупали, и вообще там, я не знаю, было бы, не знаю, всемирное благоденствие, а его-то как раз и не произошло. Почему? Потому что мы показали какую-то рекламу, которую мы показали, а потом еще на этом научились. И понятно, что если мы на этом научились, то мы, может быть, ничему хорошему-то не научились. Тут как раз можно про детей поговорить, да, что вот как бы им показывают, и чему они учатся, и чему они могли бы научиться, если бы вдруг им показывали бы что-то еще. Ну, в общем, давайте не будем про детей, там типа останемся как бы в рамках рекламы. Вот. Но, Наташ, твой, твой поинт, он абсолютно замечательен, и я считаю, что в этом месте, да, действительно, ты не знаешь того, чего ты не знаешь, и предсказать то, чего ты не знаешь, ну, как бы практически невозможно. Я считаю, что это хороший, замечательный вопрос спросить, являет, то есть, вот как бы вы купили это, и понравилось ли оно вам. Но, Наташ, проблема в том, что у тебя есть, ну, как бы вот, как бы вот возможность или задать этот вопрос, или показать что-то другое, какие-то другие рекомендации этому покупателю. И в этом месте есть opportunity cost. То есть, на самом деле, вот тонкость, того, о чем ты говоришь, заключается в том, что, да, действительно, ты можешь принять решение, что, и Amazon на самом деле это делает. Вот я как бы, я за ними слежу, насколько я могу. Они, они хитрые, то есть, вот, понимаете, да, они могут показать мне в какой-то момент, например, на домашней странице, когда я делаю туда логин, они мне могут показать какие-то товарные рекомендации, они мне могут показать какую-то рекламу, а иногда они мне какие-то вопросы странные задают. И в этот момент я понимаю, что они, понимаешь, что я у них ничего не куплю, на рекламу я не кликну, поэтому денег они никаких не получат. и действительно для них вот самое лучшее с точки зрения как бы утилизации это задать мне какой-то вопрос, чтобы хотя бы что-то от меня получить, чтобы я там, не знаю, какие-то, на какой-то вопрос им ответил, да, чтобы я вот, например, им сказал, что да, вот именно красные Найки-кроссовки, потому что они подходят как бы под наше знамя, да, они, они вот самое оно. Для чего им это нужно? Им это нужно для очень простого, ну, для очень простой вещи, потому что, если я подтвердил, что мне они нравятся, то тогда у них есть не только вот как бы события покупки, но у них есть еще explicit feedback, что да, это хорошие кроссовки, которые мне понравились. И если вы посмотрите на самом деле на то, что делает Amazon, я их обожаю, то есть вот обожаю, ну, вот как бы, но странную любовью, понятное дело, когда они, например, купили Whole Foods, они всякий раз, когда вот по крайней мере я приходил в магазин, я приходил в несколько разных магазинов, потому что у меня была мама, она любила там какой-то вот специальный carrot cake, и мы куда-то ехали, вот этот carrot cake я хотел как бы ей купить. Так вот, идея была в том, что всякий раз они меня спрашивали, а у тебя есть prime account? Пожалуйста, scan it in. Зачем они это делали? Чтобы получить с меня данные. То есть вот execution с точки, с этой точки зрения у них был, ну, вот просто meticulous. И я их, я их за это люблю, потому что, ну, вот такого execution, как у них, ну, вообще, как бы вот, качество, да, придумать сложно. Но у каждого вот этого события, которое они собирают, у него есть определенная value, как бы, у него есть определенная значимость, и они знают, зачем они его собирают. они его там типа к делу подшивают, а потом в какой-то момент они его используют. Но, Наташ, правда в том, что даже они не знают то, чего, то, чего они не знают. И, как бы, узнать им сложно, потому что реально вот этих товаров, ну, их сотни тысяч. И узнать поэтому сложно. но чем больше они знают, тем они лучше. И на самом деле я не думаю, что я покупаю там, не знаю, даже тысячу товаров там типа, ну, за жизнь там, я не знаю, может быть. Но в принципе им вполне достаточно знать ну, хотя бы несколько покупок, чтобы делать какие-то выводы. И я уверен, что они делают выводы даже из вот этого carrot cake и из красных кроссовок, про которые я сказал. и на самом деле, как вы понимаете, да, красные кроссовки, они имеют значимость гораздо больше, чем красные кроссовки, потому что у них есть много людей, которые купили красные кроссовки, которым они понравились. А те люди, в свою очередь, могут быть гораздо более частыми и опытными покупателями на Амазоне. Поэтому когда вам в какой-то момент предложат, ну, вот как моему другу там, вот он интересуется микроскопами, вот если по очищению ему тоже бы понравились красные кроссовки, я бы не удивился, что мне бы стали предлагать микроскопы. Понимаете, да, вот как бы вот просто просто по аналогии, вот если бы в данных было бы много поддержки того, что красные кроссовки с микроскопами, они идут вместе, то тогда бы нам вот всем, которые провинились на красных кроссовках, нам бы всем выдавали микроскопы. Амазон так и делает, кстати. Абсолютно. Я покупаю что-то, и оно мне предлагает абсолютно рэндом стафф, которые были куплены вместе. И тебе нравится, правильно? Ну, я подглядываю. Да, да, то есть вот опыт людей, по крайней мере, ну вот там чисто вот анекдотал, вот с которыми я это обсуждаю, это то, что там типа вау, Амазон показал мне что-то, и типа такой класс, мне это понравилось. То есть вот у них вот этот exploration, который тебе предлагается, он на самом деле, на мой взгляд, ну, замечательный. Почему? Потому что у них много данных, и они вот делают вот этот как бы collaborative filtering, то, что называется, да, то есть вот предсказание из того, что они знают, в как бы то, что они предполагают нам может понравиться. Вот ровно в стиле вот этого Netflix Challenge, про который мы говорили, да, что вот как бы вот это вы купили, теперь given то, что вы это купили, а что вам понравится дальше? И они делают на самом деле, на мой взгляд, очень-очень-очень good job at this. Хорошо, давайте мы на этом закончим. Большое вам спасибо, что вы пришли, я вам очень рад, и до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. субтитры сделал DimaTorzok